Всем привет! Сегодня покажу, как можно продлить или увеличить жизнь болгарки. Если вы еще не успели ее убить, что можно сделать, чтобы она пожила подольше. Первое, что нужно посмотреть, с завода даже сразу же смазки очень мало находится здесь. То есть откручиваем и смотрим, насколько там все плохо. Я больше чем уверен, что у меня здесь ее либо очень мало, либо вообще нет. Так, сейчас будет концерт. Ну да, так как я и думал. Смазка есть, но ее очень мало и она там лежит, а тут все сухо, шестерня сухая. Оно ее даже не закидывает, вообще сухая. В принципе, по звуку даже можно понять, есть у вас там смазка или нет. Я начал разбирать только из-за этого. Так, ладно, сейчас добавляем смазки и переходим дальше. Я думаю, этого будет достаточно. Все ставим на место и перекручиваем. Конечно же, если тут есть возможность, то все чистим, все, что грязно. После того, как добавили смазки сюда, с этим мы справились, получается. Сейчас даже крутану ее. Даже чувствуется, что она сейчас шумит по-другому. Теперь откручиваем вот эту заднюю часть. Я открутил для такой цели, чтобы поменять вот этот жесткий провод на резиновый, прорезиненный провод. Более длиннее и более, как бы, зимой он выдержит морозы и не поломается. Опять же, в процессе разборки стараемся все чистить, все, что можно почистить. Продолжение следует... Таким способом пересадили старые клеммки на новый провод. Ну и теперь прикручиваем все на место. Слава богу, полярность здесь не важна. Небольшой лайфхак. Если болтик не магнитится, то берем на отвертый немного смазки. И насаживаем наш болтик. И он получается магнитным. Все держится крепко, все по-штатному. Так. Здесь смазали. Провод удлинили. Поставили более гибкий, резиновый. Ну что тут еще можно? Осталось посмотреть наши щетки. Какое состояние у щеток? Если они плохие, маленькие, неровные, разодранные, то, конечно же, желательно их поменять. Но я уже вижу, что у нас тут щетки нормальные, достойные. И менять их не стоит. Да, щетки еще хорошие. Еще долго прослужат. То и менять их мы не будем. Но если бы были они у меня, конечно же, валялись, я бы, наверное, поменял на новые сразу. Чтоб потом не лазить сюда. Так. Все. Здесь все сделали. Опять же говорю, по максимуму пытаемся все почистить. Все, что можно почистить. Электроинструмент не любит много грязи и мусора. Все. И ставим все на место. Так. Подведем итоги. Важно посмотреть смазку дальше. Посмотреть щетки. Тоже есть важность. Поменять провод. Ну, для кого как. Для меня оказалось это тоже очень важно. Потому что того короткого метра, который предоставляет завод, мне совсем не хватало. Сейчас будет все проще. Меньше удлинителей. Быстрее работа. Сегодня я показал то, что я, как я именно обслуживаю болгарку. УШМ, без разницы. Самые простые три способа, три вещи, которые нужно смотреть в любом инструменте. И эти, если вы сделаете, которые сделал сегодня я, то ваш инструмент прослужит намного дольше.